Через несколько минут пришел учитель и начался урок. Прошел целый час. От гудения школьников, зубривших уроки, воздух стал какой-то сонный. Мистер Добин зевнул, отпер ящик стола, вынул книгу и уселся поудобнее в кресло, готовясь читать. Том бросил взгляд на Бекки. У него был такой беззащитный и беспомощный вид, что Том моментально забыл про ссору с ней. — Скорее на помощь. Надо сейчас же что-нибудь предпринять. Сейчас же, не теряя ни секунды. Но самая неотвратимость беды мешала ему изобрести что-нибудь. Еще минута, и учитель обвел глазами школу. В этом взгляде было что-то такое, отчего даже невиновные затрепетали в испуге. Пауза тянулась так долго, что можно было сосчитать до десяти. Наконец он спросил, кто разорвал эту книгу. Ни звука. — Бенджамин Роджерс, ты разорвал эту книгу? — Нет, не он. И опять тишина. — Джозеф Гарпер, ты? — Нет, не он. Тревога Тома с каждым мигом росла. Учитель оглядел ряды мальчиков, подумал немного и обратился к девочкам. — Эми Лоренс. Та отрицательно мотнула головой. — Сузен Гарпер. Это сделала ты? — Нет, не она. Теперь очередь дошла до Бекки. Том дрожал с головы до ног. Положение казалось ему безнадежным. Ребекка Тэтчер. Лицо Бекки побелело от страха. — Ты разорвала... Нет, гляди мне в глаза. Ты разорвала эту книгу. Тут в уме у Тома молнией пронеслась внезапная мысль. Он вскочил на ноги и крикнул. — Это сделал я. Вся школа в недоумении поглядела на безумца, совершающего такой невероятный поступок. Том, постояв минуту, собрал свои растерянные мысли и выступил вперед, чтобы принять наказание. Изумление, благодарность, восторженная любовь, засветившиеся в глазах бедной Бекки, вознаградили бы его и за сотню таких наказаний. Он без единого крика перенес самые жестокие удары мистера Доббинса и равнодушно принял приказ остаться в школе на два часа после уроков. Он знал, кто будет ждать его там, у ворот, когда его заточение кончится. Наконец, сонная атмосфера городка всколыхнулась. Назначен был день суда над убийцей доктора Робинса Мэфом Поттером. Все только об этом и говорили. Том не знал, куда деваться от разговоров, и вот то и дело бросало воз ног. Он увел Гека в укромное место, чтобы поговорить по душам. «Гек, а тебе не бывает жалко Мэфа Поттера? Иногда ему ведь ничего не известно об убийстве». «То есть как это так, неизвестно?» «Ведь индеец Джо всадил в доктора нож как раз в ту минуту, когда доктор ударил Поттера доской. Где ему было видеть?» «Черт возьми, а ведь это правда, Том!» На другой день весь город толпился с утра у судебного здания. Народу набилась полная зала. Наконец, долгожданные присяжные вошли гуськом и заняли свои места. Через несколько минут вели Поттера, бледного, запуганного, жалкого. Он был закован в цепи. Сразу было видно по его поведению, что он-то и есть преступник. После этого встал прокурор и сказал. Вполне надежные свидетели установили под присягой тот факт, что это страшное преступление совершил никто иной, как несчастный, сидящий ныне на скамье подсудимых. Больше мне нечего добавить. Обвинение вполне доказано. Бедный Поттер застонал и закрыл лицо руками, тихонько раскачиваясь взад и вперед. В зале суда воцарилось тягостное молчание. Тогда поднялся защитник и сказал, обращаясь к судье. «Достопочтенный сэр, в начале судебного заседания я заявил о моем намерении доказать, что мой клиент совершил это убийство в беспамятстве под влиянием спиртных напитков. Я изменил свое намерение и не буду ходатайствовать о снисхождении присяжных». И он обратился к приставу. «Вызовите Томаса Сойера». Все глаза с любопытством уставились на Тома, который подошел к судейскому столу. «Томас Сойер, где вы были 17 июня около полуночи». Том взглянул на железное лицо индейца Джо, и его язык прилип гортань. Однако через несколько мгновений некоторые сидевшие в зале расслышали его тихий ответ на кладбище. «Пожалуйста, громче, не бойтесь». «И так вы были на кладбище». Презрительная улыбка мелькнула на лице индейца Джо. «Как близко вы были от могилы Горса Вильямса». Я прятался за вязами рядом с могилой. Индейец Джо чуть заметно вздрогнул. «А теперь, мой друг, расскажите нам все, что вы видели, все без утайки, и не бойтесь ничего». Том начал сперва нерешительно, потом понемногу увлекся. Все сразинутыми ртами, затаив дыхание, ловили каждое его слово. Так они были увлечены и потрясены его жутким рассказом. Общее волнение достигло предела, когда Том дошел до сцены убийства. А когда доктор хватил Меффа Поттера доской по голове, и тот упал, индейец Джо кинулся на доктора с ножом и... Рах! Быстрее молнии! Метис скачал на окно, оттолкнул пытавшихся удержать его, и был таков. В жизни каждого нормального мальчика наступает пора, когда он испытывает безумное желание пойти куда-нибудь и порыться в земле, чтобы выкопать спрятанный клад. Это желание в один прекрасный день охватило и Тома. Он наткнулся на Геккель Борифина, увел его в такое местечко, где никто не мог их подслушать, и там открыл ему свои тайные планы. «Где же мы будем копать?» спросил Геккель. «О, повсюду, в разных местах». Они достали сломанную кирку и лопату и отправились в путь. Идти надо было три мили. Скинув свои инструменты на плечо, они, наконец, подошли к дому, где живут привидения.